Будучи молодым человеком, когда дело касается стиля, вам лучше всего экспериментировать. Делать ошибки и оттачивать свои чувства стиля касательно вашего имиджа. Сегодня в видео советы для 20-летних парней. Первым делом в списке это экспериментируйте. Вы можете понять, если вам что-то нравится, только попробовав это. Вы можете подумать о стиле и сказать, что вы не уверены в нем. В вашем возрасте вы можете смело пробовать. Все зависит от вас. Просто пробуйте и решите, что вам больше нравится. Это приводит нас к следующему совету, не бойтесь делать ошибки. Ошибки происходят, когда вы пробуете сделать что-то новое. Если вы в своей жизни не совершаете ошибок, значит вы не стараетесь сделать что-то новое и улучшить свою жизнь. Ошибки случаются каждый раз, когда вы учитесь и развиваетесь. Теперь поговорим о формировании своего мнения. Очень просто сливаться с толпой и соглашаться. А что если вы не согласны? Достаточно ли у вас смелости, чтобы пойти своим путем? Далее необходимо научиться понимать силу цвета. Вы заметили у меня вот этот карманный платок? Я думаю, что вот такой вот маленький островок цвета украшает мой образ. И выделяет мой костюм из моря костюмов, которые носят без карманного платка. Красный цвет также имеет силу сделать мужчину более уверенным. Скажем, зеленый пиджак на мне, это очень нейтральный цвет. Скорее всего, когда вы увидите мужчину в зеленом, то вы будете склонны ему доверять. Синий также может сделать вас более надежным. Он может помочь взрослому человеку выглядеть более молодым. Если же вы молоды и так, то, скорее всего, вам пригодится серый костюм. Он придаст вам зрелости. Сила черного – это сделать вас агрессивным и подтянутым. И давайте уже, наконец, перестанем все вокруг усложнять. Все должно быть тупо просто. Но ведь мы все очень любим усложнять. Ребята, когда речь заходит об элегантном классическом стиле, не надо сюда притягивать экстравагантные вещи. Сумасшедшие цвета или неведанные рисунки. Нет, достаточно просто сфокусироваться на пирамиде стиля. Отсюда сразу к следующему совету – размер. Все, что вы надеваете на ваше тело, должно быть вам по размеру. Если оно вам не по размеру, вы не должны это носить. Знаете, как ваша рубашка должна сидеть на вас. Понимаете, как пиджак и брюки должны на вас сидеть. Даже ваши джинсы должны быть подогнаны по размеру. Далее – функционал одежды. Передает ли одежда ваше сообщение? Если вы инженер строительной компании, ваш костюм будет отличаться, чем если вы были бы адвокатом строительной компании. Костюм адвоката может быть более изящным, чем у инженера, который работает на площадке. Но в любом случае у него будет свой набор. Если вы консультант в крупной Нью-Йоркской фирме или консультант в маленьком городке, ваш костюм будет немного различаться. В большом урбанизированном городе деловой костюм – это верный выбор. Но даже если вы консультант из маленького городка, вы можете проводить консультации по скайпу. Вам все равно надо выглядеть соответственно, чтобы, когда люди вас видят, у них было ощущение, что они могут вам доверять. Перейдем к тканям. Третья ступень пирамиды. Лучше всего покупать лучшую одежду, которую вы можете себе позволить. Итак, вы только начинаете. Вы недавно закончили университет, и у вас ограниченный бюджет. Тогда стоит идти на компромисс. Скорее всего, костюм будет из смешанной ткани, а туфли будут на клею по цене от 50 до 100 долларов. Но откладывая часть зарплаты, вы потом купите себе хорошие вещи. Итак, наступил момент, господа, и вы идете покупать себе первую пару качественной обуви. Я не имею в виду кроссовки. Я говорю о туфлях. Это будет, скажем, фундамент вашего бизнес-костюма. Когда у вас будет бизнес-встреча, эти туфли будут его основанием. Тут есть простые две опции. Первая – это черные оксфорды с закрытой шнуровкой. Это настоящая рабочая лошадка, особенно если вы носите темные костюмы. Если вы крутитесь больше в атмосфере casual, тогда вам, скорее всего, подойдет пара дерби с открытой шнуровкой. Если вы не понимаете разницу, вот вам инфографика в помощь. В целом, черные оксфорды будут более нарядные, чем эти casual derby. В любом случае, в зависимости от того, какая у вас цель и чем вы будете заниматься, эти две пары будут самыми популярными моделями, между которыми вам придется выбирать. Потому что с ними вы намотаете сотни километров, и благодаря им вы будете выглядеть на миллион долларов. Теперь давайте обсудим костюмы. Что ж, считаю, что в свои 20 каждый мужчина должен обладать в своем гардеробе костюмом, который на нем отлично сидит. Вам следует взять этот костюм к портному и подогнать его под себя. Не стоит вестись на поводу моды и нестандартным размерам. Это приводит нас к функциональности. Вам надо, чтобы это был не модный костюм, а классический стильный костюм. Вы на него немного потратитесь. И если он вам по размеру, то он легко прослужит вам 5 лет. А может даже больше, если вы реально сможете выбрать себе классику. Говоря о классике, давайте поговорим о цветах. В основном это темно-синий и темно-серый. Возьмите себе костюм из более лучшей ткани, чтобы, когда она облегала ваше тело, вы выглядели реально на миллион баксов. Итак, у вас есть костюм, у вас есть туфли. Давайте теперь поговорим об аксессуарах. Считаю, что это отличный момент мужчине купить свои первые качественные аксессуары. Это будет что-то, что прослужит вам ближайшую декаду, а то и больше. Вы покупаете себе первый по-настоящему хороший портфель. Может вам больше по душе часы или очки, чтобы, когда вы их надеваете, вы чувствовали себя замечательно. Суть этих трех в том, чтобы, когда вы создаете образ, чтобы он был завершен, а вы выглядели на миллион. Потому что, когда вам 20 возможностей, так и будут встречаться вам на пути. Господа, у вас должна быть хотя бы одна книга по мужскому стилю. Я не буду настаивать на том, чтобы вы читали эти книги. Но вам она необходима, чтобы вы могли ее просмотреть и найти для себя нечто полезное и подходящее. Не имеет значения, кто вы, какая у вас профессия и чем вы занимаетесь. Просто найдите то, что для вас будет работать лучше всего и двигайтесь в этом направлении. Да, есть много каналов на ютюбе. Такие как Аарон на канале Альфа Эм. Или Хосе с канала Мужская Мода. Или Рафаэль из Джентльменской Газеты. Есть тысячи вариантов. Вам надо только найти тех, с кем у вас есть контакт и учиться у них. Следующий пункт. Найдите ваше вдохновение для стиля. Очень много возможностей. Просто взгляните на Голливуд. Райан Гослинг, Джордж Клуни, Идри Сэлба, Дэниэль Крейг. Но может вы ищите кого-то более подходящего для вас. Тогда обратите внимание на инстаграм Трэвиса Уайта. Когда вы ищите вдохновение для стиля, найдите того, с кем вы чувствуете связь. Так, например, если вы ищите кого-то помоложе, тогда обратите внимание на Кхой из Джентльменс Уизин. Мне нравится, что этот парень делает. Он мой хороший друг и у него отличный канал. Если вам уже где-то 40 или 50, тогда взгляните на Джона из Фоти Оверфэшн. Следующие советы, а не больше предупреждение того, чего не стоит делать. И так только потому, что это дорого и стоит много денег, не означает, что это высокого качества. Логотип не делает вас стильным. Если на вещи есть лого, это не означает, что вещь делает вас стильным. Далее надо научиться отличать разницу между модным и классическим стилем. Итак, мода, она быстротечна и следует трендам. В этом нет ничего плохого. Если это то, что вы хотите, тогда вперед. Но поймите, что вам придется следить и преуспевать за модой. Классика, в свою очередь, вся построена на силуэтах, на образах. На таких вещах, которые прошли проверку временем. Хороший костюм в классическом стиле прослужит вам десятки лет. Конечно, он не принесет вам наград за оригинальность, но зато он сможет принести вам награду в виде комплиментов, когда он на вас сидит по размеру. И не надо волноваться, что он выйдет из моды. Давайте поговорим о привычках. Когда вам 20, у вас есть великолепная возможность создать привычки, которые останутся в вашей жизни до конца жизни. Я говорю о тех привычках, которые вы делали годами, и будет трудно их изменить. Поэтому рекомендую, чтобы вы выработали хорошие привычки, а не плохие, которые могут повести вашу жизнь под откос. Уход за кожей. Итак, сначала давайте обсудим привычки по уходу за собой. Вам необходимо выработать рутину по уходу за кожей. Это самый большой орган тела, поэтому вам необходимо начать следить за ним уже сейчас, потому что обычно ты не заметишь проблем с ней, пока не станет слишком поздно. Я уверен в том, что привычка ухаживать за кожей в молодости принесет хорошие дивиденды потом. Идем дальше по теме ухода. Для большинства парней это реактивно, а не проактивно. Проактивность – это когда у вас в неделе есть определенный день, когда вы садитесь и занимаетесь вашими ногтями. Каждый день надо чистить ногти, ни в коем случае нельзя иметь грязные. Насчет волос в носу, в ушах, раз в неделю их надо чистить, а не только перед свиданием. И вы переживаете, что она увидит этот лес у вас в носу. Посещайте цирюльника регулярно. Давайте поговорим про волосы. Вы должны заранее записываться к вашему парикмахеру. Это следует делать потому, чтобы не думать об этом потом. Надо быть не реактивным, а проактивным. Чтобы когда у вас на носу важная встреча или интервью, а у вас вся шея в волосах, потому что вы в последний раз были у барбера пять недель назад, и вы не можете записаться к вашему стилисту, а придется идти к тому, у которого вы ни разу не были. А он постриг вас не так, как надо. Чтобы избежать этого, записывайтесь заранее. И да, друзья, не бойтесь в этот момент получать фан от вашей бороды. Последние десять лет можно заметить, что бороды становятся более популярными. Поэтому появляются больше возможностей, и вам больше не стоит волноваться насчет негативного отношения к этому, как скажем, двадцать лет назад. Так что можете попробовать разные опции. Самым лучшим вариантом было бы отпустить бороду и не трогать ее, скажем, два-три месяца. А потом подумать и принять решение насчет того, что делать с бородой в зависимости от того, как она растет. Может, она у вас не так уж и обильно растет. Тогда вам может подойти просто щетина. Ребята, найдите то, что работает для вас, не бойтесь экспериментировать. Осторожнее с татуировками. Проще говоря, некоторые эксперименты более перманентны, чем другие. Татуировки. Будьте с ними аккуратнее. Сегодня в обществе татуировки не очень одобряются. Недавно было проведено анонимное исследование между работниками. Их спрашивали, будут ли они негативно относиться к работнику, у которого есть видимые татуировки на теле. 77% ответили, что да. Поэтому, если вы решили все-таки делать тату, то я бы рекомендовал делать их в тех местах, чтобы их не было заметно под одеждой. Так что, поаккуратнее с тату на лице, на руках. Потому что это может восприниматься негативно. Еще один совет. Если вам 20 лет, ходите покупать в эконом-магазины. И речь не о том, чтобы сэкономить пару долларов. А о том, чтобы оторваться от модных трендов. Когда вы идете в магазины одежды, или мужские магазины, то в них вы найдете ту одежду, которую им прислали на продажу. И она может быть трендовая, этого или прошлого года. Когда вы идете в эконом-магазин, то на полках вы можете найти одежду, которая была в моде, может, 10 лет назад, может, даже 30 лет. И когда вы ее примеряете, и она вам нравится, то вы сможете найти свой уникальный стиль, потому что такой одежды больше нет нигде. Давайте сейчас расскажу вам о силе взаимозаменяемого гардероба. Овладев этим мастерством в 20, вы избавитесь от чувства фрустрации. Сэкономите много времени, и сможете создать себе отличный гардероб, который сделан из вещей, которые хорошо сочетаются друг с другом. У вас появляется больше комбинаций, и исчезает головная боль насчет того, что надеть сегодня. Продолжение следует...